Добрый день дорогие друзья любители шахмат здесь на Ческомру. С вами говорит гроссмейстр Алексей Ермолинский. Ну что ж, сижу дома, анализирую партии турнира претендентов. Вот, начинаю делиться с вами своими мыслями о третьем туре. Начнем с партии между Анишем Гери и Максимом Вашего Грау. К этой партии шахматисты подошли, наверное, чуть в разном настроении. Разумеется, Аниш стартовал очень тяжело. Поражение белым и в первом туре от непомнящего. И очень трудная, неприятная партия Сванхау, которую он еле спас, но проявил хорошее качество. Лучшее качество свое проявил в борьбе в этой партии. Сумело держаться. Сам не знаю вообще как. Может быть, и он сам не знает. Француз, с другой стороны, в общем-то, доволен. Доволен, наверное, был своим стартом. Все, в общем-то, сложилось для него неплохо в борьбе против двух сильнейших противников, главных конкурентов. Фабиана Каруана и Дингли Женя, он сумел набрать полтора очка. Ну что ж, посмотрим. Аниш начал партию ходом Д4 и отправились они полным ходом в защиту Грюнфельда, который, разумеется, француз все время играет. Но и Гири не новичок, далеко не новичок. Он сам Грюнфельда играл всю свою карьеру и разбирается в этом деле неплохо. Выбрал он такой вариант, Слон Д2. На этот ход... В общем, сейчас все смотрят и все играют. Ну и этот ход тоже свою долю поклонников имеет. Время от времени так играли многие очень сильные шахматисты. Анант, Мамедиаров, Широв, кстати, играл так много раз. Ну, после хода Слон Ж7 белые играют Е4. Теперь у черных выбор. Можно, конечно, отойти конем на Б6. Но вот эта структура, которая получается после хода Слон Е3, она вообще-то к выгоде белых. Если бы они не потеряли бы темп на лишний ход Слону, у них вообще было бы все отлично. Так иногда бывает. Но только если противник не очень опытен. Дело тут в том, что черным С5, главный план Грюнфельда, привести очень трудно, практически невозможно. Поэтому приходится здесь перестраиваться. Ну, правда, лишний ход помогает. Белым ведь еще, наверное, нужно аж три пойти, чтобы воспрепятствовать связке коня перед тем, как выйти на Ф3. Ну, а черные могут пойти Е5. В общем-то, не так здесь все плохо у черных. Так многие играют. Я бы упомянул Владислава Артемьева. Тоже Грюнфельдист, достаточно известный. Но Максим решил на Ц3 разменяться. И тут же пошел Ц5. Белые двигаются вперед. И вот получается такая, в общем-то, известная структура. Но чернопольные Слоны разменены. В общем-то, это должно быть к выгоде белых. То есть, у черных нет давления по диагонали. И у белых есть определенные шансы на атаку. Они даже где-то могут А4 двинуть. Что, в общем-то, случалось в партиях. Вот после хода Ферзь Д2. Но сначала мы разберем, что происходит после хода Конь Ф3. Ну, наверное, стандартный ход событий вот такой. Е6. Разменялись. Черные выскакивают Слоном. Ну, и вроде бы вот так вот у них должно быть все нормально. Ну, что там? Конь против Слона. Хорошо бы еще этим конем пойти сейчас прямо с Д7 на Д6. Но вот это как раз не по правилам. И посмотрим, как развивалась одна партия. Играли очень сильные шахматисты. Белыми играл Накамора, а черными играл Корякин. И было это на Мемориале Таля. То есть, у них это был классический контроль. Время разобраться в позиции было. Ну, вот что из этого получилось. Владья Б1. Хитренький ход такой. И теперь Накамора сделал очень сильный ход. Слон А6. Ну, разумеется, тактику мы все видим. На Д5 бить нельзя. Там с Б7 потом будет вилка. Сыграно было Владья Б8. Белые закрыли ходом С4. Ну, вот структура дана структуре. Но Белый Слон сумел выскочить. И он отнимает поля у черных Владей. Но пока, может, не так и важно. Б7, там С8. Но ведь Слон-то потом пришел на Б5. Значит, линия Е попала в руки Белых. И удивительным образом, хотя, возможно, не совсем удивительным, Накамора здесь Корякина взял, да и обыграл. Я, честно говоря, не очень этому удивился. Потому что когда-то давно, много лет назад, играл я похожую позицию. Она, правда, получилась из другого порядка ходов. Против Мелика Хачиана. И тоже у меня так все замечательно срослось. Я даже сам удивился. То есть, так играть можно. Но, разумеется, черные, наверное, могут где-то как-то свернуть. Не обязательно идти на эту позицию. Вот. А нужно еще упомянуть ход Д6. Который здесь, разумеется, возможен. Спрашивается, что вообще черные собираются делать против такой пешки. А вот что. Они выходят слоном на Д7. А потом этим же слоном на С6. И вот получается, что это очень удобная расстановка. Конь потом идет на Д7. Все защищено. С5, Б7. И начинается атака, разумеется, сначала на пешку Е4. Когда белые двинут Е5, все равно эта структура, ну, не такая для белых надежная. Сразу же и пешка Е5 попадает под атаку. Д, Ф6 может подорвать. В каких-то ситуациях. Хочем, ну, черный здесь просто очень хорошо. Наверное, поэтому белые перешли к ходу Ферз Д2. Который уже Ананд играл. И вот у Ананды была такая партия. Сейчас я быстренько найду, в чем там было дело. Хаммер с ним играл. Известный норвежский игросмейстер. Пошел Е6. Теперь Ананд двинулся вперед. Ну, слон Д7 не было сыграно. В общем-то, Хаммер сыграл. Вообще очень логично. Он пошел Е5. Ну, кажется, теперь он точно отрезает уже эту пехоту от танков. И начнет постепенно, наверное, эту пешку Д как-то окучивать. И что, собственно говоря, могут сделать белые здесь? А вот что. Ананд пошел А4. Ну, та же стратегия, вот Каспарова, о которой я часто говорю. Когда ваша пешка заходит глубоко на шестой ряд. В метрешпиле. Ну, разумеется, Ферзя провести очень трудно. Наверное, невозможно. Но она здорово парализует фигуры противника. И в этот момент нужно резко переброситься на королевский фланг и играть против короля. Вот в этой партии у Ананда, в общем, получилось. Я вам показывать всю партию не буду. У меня не так много времени, конечно. Но вот с этого все началось. И я думаю, что если было бы сыграно слон Д7, то белые все равно могут вот так сыграть. Даже пешку на Е4 нужно отдать. Конь белый, кстати, выходит с Аш3. Очень хитро. То есть он на Ж5 может попасть. И вот начинаются у черных проблемы. Но если они даже слоном возьмут на Ж6, все равно короля это надежно не защитит. У белых, очевидно, будут атакующие шансы. Позиция, тем не менее, остается очень сложной. Тут лишняя пешка. Да и у белых самих король. Не в очень-то благоприятном положении. Но тем не менее, в Аше Лаграф, как и многие другие, на этот вариант не пошел. Он сыграл ферзь Д6, что считается более надежным ходом. По какой причине? Если белые также пойдут, Аш4, то следует контрудар. Очень, кстати, правильный. Центр белых разваливается. Развития у белых особенного нет. Здесь может быть много тактики. Тут, конечно, нужно проверять. Я не люблю анализировать такие позиции глубоко. Потому что, в общем-то, будешь следовать тому, что компьютер говорит. Это не так интересно и не так актуально для человеческих шахмат. Я вот подожду, пока это будет сыграно в партии между сильными шахматистами. Ну, может быть, придется ждать долго, учитывая нынешнюю ситуацию. Но подожду. Вот. Сыграно было F4. Очень логично. Однако теперь E6. Слон выходит на C4. Но это правильно так играется. C4 ходить... Ну, в общем-то, нежелательно. С той точки зрения, что белым, скорее всего, этот центр продвинуть вперед не удастся. Кстати, к этому есть иллюстрация некоторая. Но, ладно. Давайте продолжим по партии. B5. Это ход теоретический. Что-то черные жертвуют пешку для того, чтобы атаковать пешку на D5. Ну, одна из первых партий, где эта жертва была применена, это было между Гельфандом и Домингесом. Это игралось в Эканзее. В 2014 году. И вот конь D7 была сыграна. Ну, просто идет реальная атака. Конь B6 на эту пешку. В общем-то, белым... Но тоже еще надо разобраться, что делать с королем. Потому что ладья Е8 шаг последует. Но едва коня ставить не хочется. Пассивно. В общем, Гельфанд сыграл так. Регероваться ему не удалось. Вышел королем на F2. В общем, в этой позиции, несмотря на то, что у белых по-прежнему это лишняя пешка, а перевеси белых говорить довольно трудно. Король, конечно, слабоват. То есть, меняться на Е8, наверное, нежелательно. Если разменять все ладьи, наверное, тогда пешку D5 потеряешь. Поскольку конь на F3 ограничен полностью в своих действиях. Вот. Поэтому ход С4, который сделал Аниш, это теоретическое правильное продолжение. Слон B7. Теперь пока сюда. Развиваться нужно. И вот здесь Максим сыграл конь D7. Я, честно говоря, полагаю, что он просто перепутал. Потому что известная рекомендация по партии Томашевский непомнящий было сыграть ладья D8. Что очень логично. Ну, здесь Томашевский вообще взял, но тут просто равная позиция. Так кажется, что белый король, может быть, может как-то через C2 подойти к пешке C5. Но на самом деле это реально не получается. Но ладья Е1, король F8 просто. Ну, в общем, легко удержал равенство непомнящие. Но Максим пошел конь D7. Вот теперь ситуация чуть-чуть другая. Разумеется, наверное, белые эту пешку выиграть не смогут на D5. Но они не на это играют. Мы смотрели такой вариант с Володей Добромым, когда все это происходило. Ну, конь B6 было сыграно. Ладья D8. Теперь белые пойдут вперед. И, в общем, не откладывая дело в долгий ящик, еще раз вперед. Ну, вот, возникают трудности. Что бить, наверное, эту пешку надо. Но теперь слон D3, на F6 ладья Е1. В общем, белые играют очень энергично, просто. И черными неприятно играть. Можно вполне нарваться на мат. Или на очень плохую позицию. Максим на все это дело посмотрел. Понял, что к чему. И решил играть на соскок. Как говорят шахматисты. Он понимал, конечно, что эта пешка D4 будет потеряна. Но где-то там как-то можно разменять фигуры. По крайней мере, белых отвлечь от этой главной руководящей линии. С Е5 и Ф5. Ну, Е5-то было сыграно. Но вот он тонко Ферзь Д7. Ну, что теперь? Ходы совершенно очевидные и простые. Мы их и ожидали. Черные без пешки играть не хотят. Решили отдать слона. Надо менять Ферзей. И партия пришла вот к такому окончанию. Здесь мы с Володей, ну, как-то так подумали. Хорошо, посмотрим на другие партии. Потому что здесь борьба затянется. Очевидно, что белые будут играть на выигрыш. Я продолжил здесь за белый ход ладья А3. Ну, преимущество просто очевидное. Даже их перечислять смешно. Активная ладья, слом против коня. Белый король, конечно, может контролировать пешку Д4. Ну, еще хорошее преимущество на королевском фланге. Четыре против трех. Предполагали мы, что черным пассивно здесь держаться нельзя. Непод каким видом. То есть нужно отдавать пешку на оси. И идти во все тяжкие. Ну, в общем-то, не все это так плохо. Скажем, вот такой вариант. Или, может быть, давайте начнем сначала с ладья Ц2. Атакуют слона, а слон выходит. Ну, пешка идет. Белые даже как-то на нее не реагируют. Идут своей пешкой вперед. Но здесь, как я понимаю, черным, скорее всего, придется соскакивать в четыре против трех. Ладья, наверное, шпиль. Я другого выхода не вижу. Делать какие-то ходы конем, ну, просто бесполезно. Белые сыграют А7 и уже будет просто стоять выигранно. Так что надо бить, давать шаг. Ну, и, в общем, вот такую позицию. Разумеется, это теоретическая ничья. Разумеется, подкованные шахматисты здесь. Да кто его знает? Если пикет однажды выиграл у Каспарова такое, то почему белыми не поиграть? А другой вариант с ладья Ц1 шаг, ну, наверное, к тому же приведет. Потому что черные зайдут с этой стороны. Белые сыграют Ж3. Вот теперь конем. Ну, конем лучше на Е3. Конь Ц3 совершенно неэффективно. Ну, это сильная, конечно, эта конструкция у черных. Ладья, конь и пешка. В каких-то ситуациях они могут короля белых помучать прилично. Но вот здесь не получается. А Ф7 уже падает. Поэтому играть, конечно, нужно здесь конь Е3. И здесь черные, кстати, создают угрозу. Вот такую. Здесь они пожертвуют пешку и начнут давать шахи. Интересная конструкция. Но если белые просто стоят королем в центре, то вечный шах. Но если ведь пойти в угол, тогда дело будет совсем худо. Мат грозит. Ты слона потеряешь. Так что, после хода конь Е3, я предполагаю, белым нужно будет сыграть Аш4. Освободить клетку Аш2 для короля. Теперь жертву пешки Д3 очевидно не проходит. Поэтому черным, наверное, придется вот что-то такое играть. Но опять же, если найти ход ладья С3, то, в общем-то, все заканчивается благополучно для черных. Успевают они забрать пешку Ж3 и, скорее всего, Аш4 тоже. И потом вернутся ладьей вовремя. Здесь получается ничья. Ну, все хорошо, но неплохо было бы все это увидеть на доске. Посмотреть, как противник это исполнит. Аниша, однако, пошел ладьей на Д3. Пошел так. Было сыграно конь С4. Максим прекрасно понимает, что нужно играть активно. Здесь мы вообще это все пропустили. Когда мы вернулись к этой партии, уже стояла ничья. Поскольку сыграно было вот так. Ну, честно говоря, нас это решение гири поразило. Не говоря уже про ход ладья А3, который можно было сделать. Даже здесь, в общем-то, можно было пойти с лом Б3 пока. Что, собственно, так вот. Ну, будет сыграно, допустим, конь А5. Но тоже еще, пускай черные покажут эту ничью ладьей на Мэшбуре. Можно ее найти, надо такой ход делать. Непростой, кстати, да? Для понимания. Ну, если удастся разменяться на Е5, то черная ладья быстро переходит на линию Б, приходит на Б4, и там выиграть будет трудно. А если белые берут и идут королем вперед, ну что, король Е4, тогда ладья Е8 шах, и ладья на вторую попадает. А на такой ход черные реагируют немедленно такими размерами пешек, и все-таки добиваются своего ничейного результата. Но опять же, я бы сказал, почему Гири не проверил, неизвестно. Скорее всего, турнирное положение его как-то настроило на то, что нужно играть с большим запасом, потому что, не дай бог. Ну ладно, значит, вот такая была партия. Спасибо за внимание, что вы посмотрели ее со мной. Это был гроссмейстер Алексей Ермолинский. Ну что ж, следующий ролик на подходе.